Если в 90-е ходили с битами, отбивались от бандитов, ну, сейчас уже по городу, слушайте, с палками ходят, отбиваются от собак. Ну, это ненормально, это абсолютно ненормально. Не только в городе? Да не только в городе, да, и во всех населенных. Вот хотелось бы услышать от вас пути решения данного вопроса. В 2019 году у нас было учтено 26 265 собак-посладельцев, было отловлено 2040 собак. С 2019 года у нас действует на территории Волгоградской области метод ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место, за исключением детских садиков и школ. Согласно 498 федерального закона, помещение животным запрещено категорически, то есть только ОСВВ действует. В 2020 году было уже учтено 20 939 безнадзорных животных. Комплекс всех мероприятий был отработан на более высоком уровне, было отловлено более 5 300 голов. И хочется отметить, что в эту работу были вовлечены некоммерческие организации. Мы уже получили типовой приют. Министерство природных ресурсов прислало проект типового приюта. Отправлено письмо, сколько денег необходимо Волгоградской области для строительства приютов на территории Волгоградской области. Мы думаем, что федеральная программа вступит в действие с 2022 года. Надеемся мы на это, что будут выделены федеральные деньги по строительству приютов. Вот если отойти от цифр, от правильных слов, вы все правильно говорите. Просто как человек, который курирует это направление. Вот ваше видение, мы когда-то доживем до этого светлого будущего, когда мы будем ходить по Волгограду, по Рюпинску, по Палацовке без палок. Небо есть собак. И наши дети, и наши волги самое главное. Да, доживем мы. Доживем, да? Это быстро наступило. Необходимо 80% животных одновременно изъять из окружающей среды и провести с ними все манипуляции, о которых я говорила, о том, стерилизации и лакинациях. Если одномоментно этого не сделать, то срок этот 7-8 лет затянется.